Всем привет! У нас финал СНГ квалификации на турнир Бэтбум Дача Белград 2024 получается. Напомню всем, что это турнир, который пройдет. Основная его часть, LAN, пройдет в конце декабря, по-моему 26 декабря, в городе Белград, страна Сербия. Так вот, тот, кто побеждает сегодняшней серии, попадает на основную часть турнира. Также Бэтбум Дача на этот турнир объявила, что есть возможность купить билеты и, в принципе, поучаствовать, посмотреть сам турнир в Белграде. Там есть три билета на выбор, от самого начального до VIP-билета, где ты покупаешь этот VIP-билет и имеешь Ларкин Топ. Приветствую. Ого, привет, Ларкин, давно не слышались. И ты имеешь возможность как раз-таки попасть на этот турнир, проживать в одном отеле с проигроками. Так что, если кому-то вдруг интересно, что за битва букмекеров, да, 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 есть такое. Так вот, друзья, напомню еще раз, это финал, это BO5. Да, трех побед, не как раньше, не BO3, BO5. Да, мы чуть просмотрели, просмотрели уже пики баны, возвращаемся и будем стартовать. Так, что там? Ван Даблью, кого они забандили? Так, убрали Друида, Кунку, Санкинга, Дарквиллу и Снэпфайр. Лига Тим, Забандили, Нагу Сайрен, Шадов Демона, Фуриона, Верку и Дума. Так, что по пикам? Туск, Никс, Ассасин, Драгон Кнайт, Праймал Бист у Ван Вин и у Лига Пак, Энчантрас, Бристлбек, Мирана. Довольно-таки интересно. Так, видим, что Туск у нас есть пятая позиция, Никс Ассасин четвертая позиция. ДК пока, пока с ДК непонятно, либо это Мидер, либо это Керри и Праймал Бист. С Праймал Бистом все понятно, это Праймал Бист в Даля Клаудов, сложную линию у Лига Тим. Пак, Мид, Энчантрас пятерка, Бристлбек, видимо здесь будет Керри, Мирана. Мирана у нас четвертая позиция, хорошо. Хорошо, да, ну получается, что битва букмекеров. Но сейчас, как по мне, все топы, все топовые команды, у них спонсоры, букмекеры. С этим ничего не поделать. БК уже давным-давно влились в спорт. Вот в принципе любой, если раньше это был физический спорт, я там про футбол, про бокс и любой другой вид спорта, то сейчас последних лет так 5-6. БК, естественно, работают с киберспортсмены. Ладно, кого там подбанили Лига Тим, Луну и Марфа. Ван Даблый пока что подбанили Тимбера. Ну да, они тоже думают, что Лига Тим осталось добрать как раз-таки Керри. В принципе, я с Ван Даблый согласен. Интересно, что придумает. Кстати, тролль не в бане, который весьма неплохо против Бристлбека. Также Ульсевич неплохо против Бристлбека. Но также и ДК неплохо против Бристлбека. То есть ДК можно отправить в легкую линию. Пусть фармит, нафармит там свой Армлет, ПТшку, Shadow, Blade, Silver, HBKB. Ну, либо наоборот, но рано или поздно. Но в любом случае купят себе SilverEdge. И каких-либо проблем испытывать он не будет против Бристлбека. Потому что так или иначе, Керри нужно будет покупать. Ну или там какому-то другому игроку, другому герою, Кору. Так или иначе, нужно будет покупать SilverEdge, чтобы убирать пассивку Бриста. Так что, как по мне, ДК на Керри отлично смотрится. Как ты, Ларкин? Как у тебя дела? Давно не слышались. Так, сейчас посмотрим. Все легут. Так, ну ждут, ждут. Ожидает у нас 1W. Меньше минуты осталось до, получается, последнего бана. И пойдут последние пики. Как по мне, у Лига Тим весьма неплохой пик. Мне нравится, нравится пак. У Мид нравится Бристл на корр позиции. Но что очень интересно, пока не понятно. Пока не понятно, будет ли это Бристлбек Керри. Я думаю, конечно же, что Керри. Но они, если что, могут отправить этого Бриста в сложную линию, где он весьма неплохо постоит против Праймл Биста и Никса Сассина. То есть, с Миранкой нормально он будет стоять. А какого-то Керри можно добрать. Как по мне, это было бы весьма неплохо. Тем более, что у Лига Тим остается последний пик. За ним будет ласт пик. Так что у них есть небольшое преимущество в этом плане. Но ожидаем, ожидаем. Мало времени осталось у 1W, чтобы одобрать себе последнего героя. Сейчас, кстати, мы узнаем, будет ли это ДК Мид, либо это ДК Керри. Или, в принципе, еще что-то. Да, это, походу, ДК. Керри, а Темплар Ассасин в мид. Что весьма-весьма неплохо. Тем более, что Темплар Ассасин с его уроном очень неплохо пробивает Бристлбека. Так что, вполне. Да, какое-то время есть подумать у Лига Тим. Я бы отправил этого Бриста в сложную. Добрал Керри или даже... Не, Мирана Керри, конечно, здесь так себе. Ну ладно, что гадать. На самом деле, урса неплохо смотрится. Тролль тоже неплохо смотрится. Я бы даже сказал, тролль получше смотрится, нежели... Возможно, это будет какая-то медуза, да, какой-то жесткий лайт от Лига Тим. Тем более, что... Так, у Лига Тим Керри кто там, Ю? Брутка, брутка, так... Это все-таки брутка у нас получается сложная линия, да, Бристл будет Керри. Разбирают. Так, давайте Ван Дабл. В принципе, там ничего нового, да. Единственное, что... Туск у нас пятая позиция играет Респект. Никс Ассасин четвертая позиция Свиден Стронг. ДК первая позиция Мункуши. Праймл Бист идет в сложную. Играет на нем Клауд. И Широ-младший будет играть в центре на Темплер Ассасин. Что у Лига Тим? Пак играет. Центральной линии на нем играет Мираж. Дальше Энчантрис. Пятая позиция Бристлбэк пойдет в сложную... Прошу прощения, Бристлбэк пойдет в легкую линию. Играет Ю. Миранка, это Ван Джай, она же четверка. И Бруда. Пойдет в сложную линию, играет Альберко. Если прям сравнивать по драфту, естественно, что у Ван Даблый драфт выглядит намного-намного поинтереснее. И драфт такой более спокойный, более понятный. То есть без каких-либо зависимых предметов. В то время как у команды Лига Тим, то есть им нужно опасаться, да, что если они не смогут закончить там к минуте так 25-30, ну 35 минут это потолок, тогда начнутся проблемы. Потому что ДК выформит свой Сильвер Эдж, проблем не будет, чтобы убивать. Темпларка выформит свой, условно, Драгонлендс Пику, Блинк, Дезолятор БКБ, и в принципе на этом игра закончится. Для команды Лига Тим. Так, одну секунду, друзья. Я кое-что отпишусь и продолжим. Пока что у нас, видимо, спид трампок, сервер сам и не прыгну. Так, все, мы отсекаем. Секунду, секунду. Так, все, я здесь. Друзья, если кто-то только сейчас, прямо сейчас подтянулся, хочу еще раз напомнить, что у нас прямо сейчас проходит матч, проходит серия, это финал СНГ квалификаций, формат встречи. БО-5, до трех побед, тот, кто побеждает, отправляется в конце декабря в Сербию, Белград, где будет иметь возможность пободаться за первое место, за чемпионство и призовой фонд в 1 миллион долларов. Так, посмотрим, будет ли у нас какие-то драки до рун. Здесь Sweden Strong хотел своровать. Нет, не получается, что у нас, по две руны. Но есть, сейчас будет третий плевок, замедленный также от панта. Пошла гранатка, так это минус. Да, это минус, это ПБшка для Бристлбека. Да. Отлично, отлично. Стоило ли оно того? Конечно же, что не стоило. Хотел бы я сказать, потому что он даже не смог своровать эту руну, так что небольшое преимущество у виде первой крови для Лига Тим. Ну и нестареющая классика у нас в центре, да, интересно будет понаблюдать. Templar Assassin против Пака. Напомню, что хороший Templar Assassin должен побеждать в центре, в центральной линии против Пака без каких-либо проблем. Так что посмотрим, что покажет здесь Широ-младший. Так, Ванжай уже вынужден был прожать пластичку. Неплохо. Так, пошла стрела. Очень рядом, возле Мункуши. Да нет, Бруда хорошо стоит, очень даже хорошо стоит. То есть... Ну, Мункуши понятно, что не убить, и Респекта будет сложно убить, если прям Респект только подставится, потому что у него есть Шарды, есть Сноубол, то есть... Как-то уходить он может. Так, пошел первый Плювок. Клауд хочет перетянуть Крипов, да, увести и уходит. Уходит, потому что понимает, что сейчас будет много Плювков, потеряет много жизни, и это плохо кончится для него. Так. Свиден Стронг минус Вардик. Неплохо, неплохо. Это всегда приятно, тем более, что дают и опыт, и дают денежку. Ну и, естественно, умирает у нас Энчантрас. Не знаю, зачем это было сделано. То есть, ну, умер и умер. Что бухтеть-то? Счет пока что 1-1, вторая минута. Фаворит... Естественно, что фаворит Ван Даблью в этой битве. Напомню всем, что Лего Тим в первом же туре, если я не ошибаюсь, в первом же раунде в верхней сетке, отлетел от... Кто там играл? Кто же там играл? С кем они играли? Не могу вспомнить. С какими-то парнями из OpenQual они отлетели, по-моему, 2-0. Да, 2-0 они отлетели. Этот матч смотрел, комментировал. Они отлетели 2-0 и, в принципе, упали в нижнюю сетку. И как будто бы веры, что они окажутся в финале, не было. Но молодцы, прошлись по нижней сетке. В принципе, у всех выиграли и играет вот в финале. Что нельзя сказать про Ван Даблы. Ван Даблы, в принципе, по верхней сетке за 3 матча дошли до финала без каких-либо проблем. Так что... Но, тем не менее, естественно, там где-то темпларка умирает, что ли. Очень рядышком было. Так, что у нас там в центре? 13-2 против 10 на 3. Так, подкопчик. Ну, это минус. Очень быстро, да. Это сильная линия, тем более, что у энчантрес 500 хп. Тем более, энчантрес все еще первый уровень. Офигеть, первый уровень. Четвертая минута. Так, что там у Мункуши? Мункуши 18-2 против 11-1 на Альберте. Да, ну, Бруде просто нужен уровень. Как только Бруда получит четвертый уровень, в принципе, каких-либо проблем не будет. Она будет спушивать Т1, потом будет занимать половину вражеского леса, займет свою двойку, все это дело будет фармить, и потом ближе к Т2, то есть потенциал огромный. И с этой Бурдой позже нужно будет что-то делать. То есть нельзя только помнить о Бристлбеке, Бруда также имеет много, много плюсов, и она может наделать больших проблем своему противнику. где-то умирает опять энчантрес, если я не ошибаюсь, по-моему вторая, третья смерть, третья смерть. Шероль здесь пробивает миража, весьма не сильно пробивает пока что. Так, четвертый плевок, пойдет до конца, да, пойдет до конца, у нас Бристлбеке, но это смерть, это смерть для Клауда, рядом никого нету, он знает, что Никс Ассасин пошел оказывать помощь своему мидеру, поэтому он без каких-либо проблем забирает все это дело. Так, и счет у нас становится 3-2. Видим, что в принципе более-менее ровно стоят мидеры, у нас чуть больше имеет Шера младший на темпе ручки, ну, ну да, сейчас с этими крифами прям сильно много будет иметь больше, но, что немаловажно, в большинстве случаев это не сильно сказывается на итоговом Нетфорсе. Всегда нужно смотреть на Нетфорс там после пятой или после шестой минуты, так как то, что у тебя там на 10 крипов больше, ничего не значит. То есть, ты там мог где-то купить побольше расходничков, еще что-то себе таскать, какие-то фласочки, и по итогу что у нас? по итогу нет, по итогу на 400 голды больше у Темплар осадин. Так, у нас здесь драка, нападение было на респекта, минус, минус стрела не попал, но что, пойдут реально по тавр? Нет, так далеко дайвить не смогу, тем более, что здесь еще рядом. Энчантрес, и душат, душат, у Альберки какой уровень? Пока что четвертый, скоро будет пятый, после шестого уже будет тяжело, довольно таки тяжело Мункуше, да, один в один он стоять сможет, но если кто-то будет приходить, то возможность того, что будут убивать Мункуше, она сильно возрастает. Так, шестая минута, что сделает, что делает здесь Бристлбек? Руна появляется на седьмой минуте, возможно, он что-то забыл. Сарказм, если что. Так. Ддшка для Ван Джея. Нужно быть осторожным, потому что Мирана пофигу, что четверка, но урона с дабл демеджем довольно-таки много. Нужно осторожничать. В чем плюс Никс Ассасина в том, что Никс Ассасин может, если у Никс Ассасина все отлично, он соло будет по КД убивать эту Энчантрес. Но не только прям Энчантрес, да, то есть он будет создавать проблемы и для Бруды, для Мираны возможно нет, потому что у Мираны все-таки есть липы, и Мирана на хорошей эрекции всегда сможет уйти, но Энчантрес будет страдать. А в нынешней мете Энчантрес довольно-таки сильный саппорт, который в принципе после минуты 30-ой становится большой угрозой залетает, так что за Энчантрес также нужно следить. Так, седьмая минута, видимо каких-то уловок у нас не будет, да, все забирают по руну мудрости. Леготим забрал Ванжей, Ванвин забрал Сведену Стронг. По опыте нормально, плюс-минус ровно, да, и по деньгам плюс-минус ровно, да, видим, что Альберко получил 6-ой уровень, Манкуша получил 6-ой уровень, Манкуша тут же заведомо как получил 6-ой уровень, прожимает форму, чтобы побыстрее шло кд, но здесь есть танчик, есть также стан от Сведен Стронга и убьют, нет, друзья, не убьют, под паутинкой довольно-таки много МСа, тяжело поймать, возможно, а там первый стан, я хотел сказать, что возможно они могли получше затаймить, но нет, там первый стан, здесь какой стан, здесь второй, так, клауд здесь играется, видимо, он сейчас хочет этих крипов, нет, не хочет, он просто делает тп аут, ну хорошо, так, восьмая минута, битва за руны, руна ускорения для пака, видим, что пак нормально так отстает, уже 700 голды, при том, что в принципе они играли один в один, сильно саппорты не вмешивались в их противостоянии, так что, ну, оно и, оно и, так и должно быть, друзья, то есть, так и должно быть, все-таки темпларка последнее в центральной линии, нежели пак, кто бы как не потел, ой, встретили, да, связан с сторон, как будто бы пяный, что ли, не знаю, под алкоголем, или что, очень, очень плохая, реакция на Ванжея, так как бруды все хорошо, имеет третий нетворс, первый же нетворс, само собой, у Бристлбека, для Бристлбека линия не оказалась сложной, потому что тяжело было бы убивать Бристлбека, а вот Энчантрис, конечно же, жизнь потрепала на топ-линии, ну, пофигу, на самом деле, всегда пофигу, главное, чтобы ваш Кор имел фарм, вот и все, понятно, понятно, что 10 смертей, это плохо, но тем не менее, главное, чтобы Кор свое выформили, тогда будет все более-менее, так, ну, вот, Бруда уже своими паучками немного нагребает, сейчас будет заставлять стягиваться команду 1W, так как, если они не перетянутся, потеряют довольно-таки быстро Т1 Тавер и будет у нас нападение, так, нападение на Респект, у Респекта еще есть Сноу Бол, но там пошел Сайленсер, есть Дрим Коил, еще пришел Свиден Стронг, Мункуши жить будет, так как Мункуши бронированный, хп много, есть станчик по Энчантрес, Энчантрес еще нету 6 уровня, но есть 2-й подхил, так, пока что размен 1 в 1, в принципе, пятерочку в пятерочку, так, стянулся Бристлбек, есть ультимайт от Клауда по паку, Мункуши, кстати, может умереть, Мункуши принес, вроде себе, только что Армлет играется с Армлетом, круто, круто играется и выигрывает, а вот Мирана, Шаки, к сожалению, умирает, еще и пак умирает, да, Клауда же в цел, и это получается сколько, минус 3, минус 4 они сделали, просто Энчантрес уже истоверная, в Энчантрес все плохо, 11 минута, только пятый уровень сейчас будет, да, не смогли дожать, не смогли никак дожать леготим своего противника, если бы удалось все-таки побыстрее убить Драгонгнайт, возможно, игра бы сложилась чуть по-другому, но, хотя, я сомневаюсь, они там на краполях он играл своим Армлетом и так или иначе ушел на базу, там уже пришел как раз-таки Праймл Бист своим уроном, так, что пак, пак, кстати, через Личблайт собирается, так и есть Дримкон, у нас видно Стронга, да, Никс Ассайсон еще очень противный для пака, это правда, я, скорее всего, забыл про это сказать, но да, в принципе, Никс Ассайсон очень противный для интеллектуалов, так что, тот, у кого много маны, будет сильно страдать, так, Альберка контролит, хорошо, не упадло, контролит паучками, что не может не радовать, да, друзья, это правда, Spirit не будут играть на ПГЛ Валахио, который стартует 4 сентября, это правда, это не слухи, есть официальная информация, я, кстати, не публиковал в Телеграме, так, подождите, здесь нападение на энчантре, довольно-таки быстро, убили энчантре, все еще нету, 6 уровня, до сих пор, подцепили еще пака, дали ему пинок под зад, но это не страшно, жить будет, что там Шира младшего, есть ПТшка, Драгонлендс, дальше будет у нас Блинкдаггер, у ДК, в принципе, ничего нового, как и говорилось, будет ПТ, Армлет, БКБ и, скорее всего, Сильвер Эдж, ну, Шадоублайт, Сильвер Эдж, так вот, поясню, кто, возможно, не понял, Spirit не смогли сделать за неделю для всех своих игроков, ну, новых, стендинов, не стендинов, какая разница, для своего нового родстера визы, да, на ПГЛ, на Валахию, так вот, у них была возможность запросить или пригласить каких-то стендинов, которые получили визу, то есть, и с ними сыграть, но они решили отказаться, так как скоро там стартует ESL, да, квалификации, и они хотят сыграться как команда, поэтому они приняли решение, в принципе, не ехать, если что, если кому интересно, вот такая информация, это официальная информация от спиритов, пока я вам здесь рассказывал про, почему не поедут спирит на ПГЛ, здесь была небольшая драка, пока что никто не умер, но видим, что к 14-й минуте захватывает преимущество команда 1W, есть 3 УЖК, плюсом, для них, в принципе, Папарагом, они тоже ведут, весьма неплохо, да, никс-ассасасин, который получит свой догон через 700 голды, он будет просто уничтожать эту энчантрес, реально, энчантрес просто по КД будет умирать, 14-я минута, хочет своровать, да, и он сворует, сворует, нет, а нет, своровал, не своровал, не знаю, почему не получилось своровать, но не своровал, ладно, а, увидели здесь Свиден Стронга, Свиден Стронга подсовил респект, пока что жив, цел, респект дал пинок под зад Альберки, также был и станчик, есть шарды, себя закрыл, но мы знаем, что Альберки пофигу на эти шарды, тем более, что там было много плевков от Бристлбека, так что умирает у нас респект, это пятерка, ничего страшного, но если вот сейчас будут забирать еще Т1, это уже не очень хорошо для команды Ван-Дабл-Ю, так, есть Дримкоил на Темпларку, Темпларка ломает Дримкоил, и отблинковывается ближе к своему Т2, станчик не самый удачный, так, вкатывается у нас Клауд, будет ультимейт, нет, даже ультимейта не надо, минус Пак, Энчантрос, естественно, тоже не сможет выжить в этой драке, минус 2, сказывается, сказывается пик, и сказывается приоритеты, что ли, у команды Ван-Дабл-Ю против Легатим, на голову выше Ван-Дабл-Ю, хотя, ну, Легатим молодцы, реально, то есть, я когда посмотрел первый их матч против пацанов, вспомнил, это, кстати, была команда 5 бобров, вот, парни из опенквалов, которые играли, ну, весьма неплохо играли, что-то вера какая-то пропала у команду Л-Ван, да, команду Легатим, потому что, ну, они без шанса, просто 2-0 отлетели от ребят из опенквал, от каких-то там подпивасников, ну, в кавычках, естественно же, а так, молодцы, молодцы, реально, то есть, собрались, играют вот в финале, не знаю, как по мне, шансы все есть, Легатим, на этой карте, естественно, шансов поменьше, но, у нас только 17-ая минута, так что мы продолжаем смотреть, счет у нас, в принципе, 10-5, кстати, нашли здесь опять, пенчантры, сдали пинок под зад, у форстаф есть уже, да, это какой-то, это какой-то лак был, да, давайте смотреть, что там, в ДК, после армлета, есть уже БКБ, в принципе, делает, он даже не будет делать, или речь, он просто собирает себе, кристалли с Дайдаус, возможно, передумает, так, Templar Assassin, ПТшка, Dragonlance, Blink, Nyx Assassin, Дагон имеет, туск, пивас, будет Solar Crest, Primal Beast, по EZ Soul Ring, Black Male, здесь поймали в стан, 1G, и нет, нет, не выживает, кстати, байбекается, у нас Миранка, пошел фокус, по Широ-младшему, Широ-младшему выживает, он сделал, тэп-аут, и получается, что, Миран, да, реально, даже Мункуша, не выдержал, поржал, и типнул, 1G, но мне кажется, что так не нужно делать, да, когда ты все-таки профессионал, играешь на довольно высоком уровне, но, тем не менее, смешно было, что Мирана, не знаю, была ли это команда от капитана или нет, он тут же байбекнулся, а они просто свалили, и такие дела, много денег потеряла Мирана, ладно, а что там Primal Beast, а Primal Beast вам рассказывал, имеется All Ring, Black Male, почти, почти, БКБ, друзья, Косарик осталось, НЧа, пока что только Пивас, с Варбудем, Solar Crest, Bristol Back, они уже имеют, плюс, Аркан Буци, Пак ПТшка, Вич Блэйд, так, нашли здесь, Энчантрес, Энчантрес, как всегда, снова будет умирать, вот у меня, Энчантрес, Брут Мазар, имеет, и Яшу, Solar Ring, Филактерия, хочет доделать свою, Манта Стайл, и, Мирана, которая, очень, нехорошо, умерла, и байбекнулась, имеет только Аркан Буци, здесь поймали, Бристл Бека, но, Бристл Бека, не нужно бить в спину, Дапи все еще может пробить, неплохо, кстати, не смогли они все-таки убить, не хватило дэмэджа, прямо на крополях, сделал все-таки телепорт, Бристл Бек, но вот Т2, как по мне, или что, или отходит, ладно, отходит, они, кстати, поражали глиф, могли не проживать, не прожимать, так как Манда Белу все равно отходила, отходила ближе к Рошану, будут забирать, пока работает у нас, правда, недолго работает форма, но, дэмэджа много, так что я думаю, быстро справятся, Лига Тим, скорее всего, знают, что Ван Дабелу убивает Рошана, но, ресурсов, чтобы подраться, у них нету, хотя, все-таки, Бристл Бек, да, в закрытом пространстве, там еще Брутка, там еще Пак, Старшторм, Атмираны, то есть, какие-то спылы, вроде как можно дать, и вроде как можно подраться, но, много ведут, 7000 на 20 минуты, это довольно-таки много, Блудстоун делает Бристл, ДК, ДК Мом купил, да, да, на ту ремонт, так, смока прожимаются, Центральную башню сил света, атакуют, силы света, укрепили свои соруи, так, Легатим хотят забрать, Т1 Тавер, но, видимо, заберут, без боя, так как, Ван Дабелу нацелились на Т2, на нижней линии, они в смоках, большинство, скоро будет, Терзатель, через минутку будет еще Руна Мудрости, хотят они оставить команду Легатим, ни с чем, и, видимо, оставят, ну, Терзатель, точно, за командой Ван Дабелу, а вот, что по Руне Мудрости, пока что непонятно, Мункуши, пока что форма есть, может, неплохо навалиться на башню, да, он, в принципе, это делает, блять, под Момом, просто, тона, тона урона, за счет большой скорости атаки, есть уже Кристаллис, сейчас притащить себе, ну, что, там, я не знаю, за полминуты снесли Т2 Тауэр, остается только Т2 Тауэр в центре, в топе, в принципе, над этим нужно было бы поработать, команде Ван Дабелу, что-то долго тащит себе Мункуши, он, видимо, не успел принести, и степешился, и опять курица летит, через всю карту, так, ну, и, в принципе, свой еще заберут, терзатель, команда Ван Дабелу, да, Мункуши, Мункуши получает отличнейший, скилл файлбол, на халяву приятно, это не десятка, за десятку уже перевалило, интересно, что думает Дота Плюс по этому поводу, 70%, не так уж и много, если честно, как по мне, я бы сказал, где-то 75 на 25, выглядит на этой карте, ну, ладно, ладно, довольно-таки много процентов ставит, что Лигати могут камбэкнуть, Энчантрес незаметно, потому что, есть Никс Ассасин, который просто по КД убивает эту Энчу, сколько смертей в Энчантрес? 7, за 22 минуты, Энчан умерла 7 раз, это очень много, даже для пятерки, даже для Соло, нижнюю башню сил света, смотрите, что с Мираной, вот смотрите, летает, да, улетает, Энчантрес уже бы умерла, нижняя башня сил света разрушена, но Альберка делает грязь, все очень правильно делает, с паучками, сейчас заходит на ХГ, кто-то поделает, делает Клауд, да, нужно, нужно это учитывать, кстати, здесь темплара, осасин умирает, да, Мункуши здесь со сведенстронгом, пробивает жестко, но вот сейчас спина, шардами закрывает, блядь, не может, реально не может, так, вынужден Мункуши прожать на БКБ, иначе бы умер, с маски, он, ну ладно, разменяли, конечно же, на Бристлбека, пока что минус 3 сделала команда Лига Тим, и, а Мункуши уходит, да, он не хочет, не хочет подраться, но, видимо, нет, да, и Клауд, небольшой камбэк, если, кстати, еще и Клауда подцепят, так, а стан, что по стану, а не туманы, офигеть, да, реально небольшой камбэк, Мирана отлетает от игры, возможно, что-то случилось, не знаю, так, но нам не сообщают, что случилось, просто отключилось от игры Мирана, ждем, когда вернется, так, но Миранка вроде как подключается, да, игра у нас продолжается, хорошо, здесь у нас небольшой камбэк от команды Лига Тим, последнюю драку они довольно-таки хорошо провели, сделали очень важные фраги, удалось ему бить четырех игроков команды Ван Дабл, и после этого Ван Дабл, я думаю, что-то подутихнут, да, подуспокоятся, потому что понимают, что Лига Тим драться могут, Бристлбэк довольно-таки сильный, скоро будет, ну, как скоро, после Блокстоуна, будет делать себе Яшу Манту, не знаю, как по мне, ну, вот, он сделал, ДК сделал свой Дайдаус, и только после Дайдауса хочет сделать Силю Рэч, почему сразу не сделать, смотри, вот я вам говорил, вот вам Спиден Стронг, вот вам четверка, второй, второй догон, офигеть, вот вам и четверка, Никс Ассасин, так, Брутка доделала Манту БКБ, дальше будет Бабочка, хорошо, так, что там ДК, ДК передумался, Герать будет покупать, блин, ну, ладно, так, здесь Дезолятор есть, дальше будет БКБ, Дагон второй, здесь Солар Крест, так, слышу, там где-то прожал у нас форму ДК, в Смаках могут, кстати, найти Альберг, да, есть там, у Альберка, если что, есть БКБ, но, в принципе, не дали ему выйти даже из Дезайба, так, что, Центральную башню сил света атакуют, так, верхнюю башню сил света атакуют, пинчат раз пока что только, Солар Крест, очень хочет сделать себе Форстал, пристала показывал, пак, ПТ-шка Вич Блэйд, есть Блинк, и хочет сделать Линку, ну, хорошо, хорошо, Линка здесь хорош, Бруда показывал, и Миранка, у нас Аркан Буци, Барабаны, делает себе, делает себе, Лебарду, офигеть, ну, это против ДК, друзья, очень много урона в ДК, много урона в Темплор Ассасин, то есть такие большие, большие бронебойные персонажи, у команды Ван Дабы, так, потеряли, команда слева, Т1 Тауэр, в топ-линии, нападение на, Энчантры, Энчантры, Энчантры умирает, нет, Энчантры не было форса, у него, у него был нейтральный предмет, который мог себя толкнуть, или еще что-то, но не было, он как-то раз себя толкал, но форстафа не было, так, кстати, поймали на сальнице, ну, тона, тона урона у Ван Дабы, очень много, на самом деле, тяжело, тяжело будет, даже без Силью Рейджа, я думаю, что будут убивать этого Бристлбека, главное, то есть, ну, не расслабляться, 60% на победу Ван Дабы, было, по-моему, что-то близко 70, или еще что-то, так, какой там уже догон, третий, ну, аппоетапает, скоро будет четвертый, вот через 70 голды, энчантрыс, в принципе, умирает, хотя, Кассар 900, здесь, Кассар 900, так, прыгает Мунгуша, почти пробили, почти пробили, если бы был Силью Рейдж, убили бы 100%, ну, нормально так, просел он по ХП, 500 ХП осталось, так, Свиден Стронг, все еще в Вендетте, бегает туда-сюда, Родов, помнишь, да-да-да, ну, я же, я говорю, кстати, сведущий стронг, убил только что, Керри Бристлбека, попливо, что он умер, да, я же говорю, что он там раз, как-то в Порт Ставлс, но я думаю, это через нейтральный предмет, потому что, у него просто нету денег на Форт Ставл, то есть он там, бедный студент, так, и Широ, в принципе, заходит на ХГ по топ-линии, чуть пробил, Т3 Тауэр, на этом все, есть уже Рошан, почему бы не пойти на Рошана, команде Ван Дабл, они, видимо, и собираются, у Бристлбека, Байбека нету, так, кстати, сейчас найдут Клауда, да, есть Дрим Койл, так, пошел Фокус, главное не попасть в Стрелу, не попадает ни у одного, ни у второго, выживает пока что, так, прожимает ультимейт Клауд по Альберте, и, кстати, умирает у нас Клауд, да, Альберта пока что в БКБ, в Сноу в Боле, в Сноу в Боле один Туск, или еще кто-то, ладно, пока что один Туск, Респе, кстати, сейчас отлетит, так, пошел Фокус по Манжею, да, умирает у нас Туск, приходит Бристлбек, и Мункуши нужно сваливать отсюда, да, убили Альберку, подтянулся у нас Темплар, Ассасин, так, Байбекается у нас Бруда, убивает Мункуши, и Шира, видимо, отсюда здесь тоже не уйдет, нет, прожимает БКБ, у него, кстати, еще БКБ было, и нет, деманжа не хватает, ну, блин, не успелось посмотреть, сколько там было Байбеков, здесь Байбек, ну, еще кто-то Байбек делал, нет, один Байбек от Бруды, и один Байбек от Туска, 2000 заработали, команда, Элван, и Рошан, второй, уже для команды Легатим, остается Бруде, проблема в том, что возможно Бристлбек после Манты, сделает себе БКБ, и вот тут начнутся проблемы, у команды Ван Даблью, не знаю, как по мне, скорее всего, это ошибка от ДК, нужно было собрать Силерач, ну, или Тим Пларки собирать, кому-то нужно было собрать этот Силерач, смотри, что сейчас будет с Широй, а, невидимость, все равно неуязвимость, просто играют, в финале команда за слот на основную часть турнира, и парень просто уходит в инвиз, и все, то есть, нету ни просвета, ни сентрики, ни гема, ничего нету, то есть, как будто бы опять карейтинг, играешь, то есть, все нормально, чтобы смогли какие-то прожимать ван даблы, 50 на 50, друзья, 31 минута, 50 на 50, довольно-таки ровно идут команды, да, есть небольшое преимущество, но это преимущество еще там со времен где-то 18 минуты, там 6-7 тысяч, так что это немного, да, видим, что Миранка собирается у некого, так сказать, 4-го кора, да, как будто бы у нас Дота фризит, с видом здесь ищет, 4-й догон, 4-й догон, урона очень много у этого Никс Ассасина, в смоках команда Ван Даблью, могли, кстати, найти Энчантрис, но Энчантрис ушла, кстати, дофармила свою форстап, дальше будет делать ПТ-шку, так, что здесь, ничего нового, здесь тоже ничего нового, но, правда, есть Кристалис, в Тузко, все по-прежнему, Праймал Бист, Аганим, БКБ, хочет Шиву сделать, здесь Энчантрис показывал, Солар Крест Форстап, Бристал Бэк, Манту дофармил, Пак, Линка есть, Солбустер, Брутка, БКБ, Манта, и здесь, ну, здесь я показывал, скоро будет Алибарда, сколько до Алибарда, 600 голды, вот с Алибардой нужно будет считаться, отличный артефакт против, как раз таки, Драгон Кнайта, против Темплара Ассасин, в Смаках вся команда, Элван, и двигается в сторону вражеского леса, там кого могут найти, там есть Туск, есть еще где-то глубоко ДК, который фармит, и они двигаются в сторону ДК, да? Или нет, изменили вроде как траекторию, вроде пошли в центральную линию, поставил Вижен, по-моему, пак, ну, видимо, просто сейчас откушат линию, ломает там Альберка Т2 Тавр, Свинен Стронг, не знаю, что он ждет Курьера, или что, без понятия, минус Т2, в центре, все-таки убил Свинен Стронг, Пака, кстати, может сейчас отлететь, но нет, не отлететь, потому что он не уязвимый, не уязвимый, так еще и Дримкод, Дримкод, правда, калия, кстати, должны были увидеть на центричке, так, нападение на энчантрес, энчантрес выживает, а почему он не дал догон, может кто-то мне объяснить, почему он не дал догон, энчантрес до сих пор живет, фуловая уже, так, лад сделал ТП аут, и пошла погоня за Свинен Стронгом, так, шарды, станчик, ну, вот вам, вот так, минус в итоге Свинен Стронг догонится, есть погоня за пацанами, Шира вынужден прожать БКБ, Мун Куша, неплохо, Клауд Ультану, минус Бристлбэк, сейчас будет умирать и Альберка, Альберка это первая жизнь, но, скорее всего, умрет и второй раз энчантрес, которая, кстати, выжила, да, потому что, ну, пожадничал, реально, Свинен Стронг пожадничал, нужно было давать догон, не знаю, зачем нужно было жадничать, думали, что и так убьют, в итоге, один в два, панта, панта, нет, нет, не улетает, все-таки, энчантрес в этой драке будет умирать, да, минус 3, ну, ладно, возможно, переагрессировали, переагрессировали, мы видим, что и 2W агрессируют, и Легатим агрессируют, пока что, вроде как, у Легатим вроде получше, получается, вроде как, но еще, видимо, не вечер, прошу прощения, так, что там в Миража, да, есть у него, Ктринкор, минуты еще не будет, курьера, 60 на 40, кто-то плюс думает, так, ну что, набрались смелости, команда Ван Дабу заходит на ХГ, Легатим прожимают, глиф, выигрывает какое-то время, да, снесли, снесли всех крипов, но потерять, должны потерять, потому что на очке, но нету, нету еще бруды, да, полминуты, и они реально на очке, ну может и правильно, что на очке, потому что не хочется опять тянуть время, из-за того, что если бы сейчас неплохо подрались, Легатим, да, даже без бруды, хотя, возможно, они думали, что у бруды есть байбэк, у байбэка-то нету, никого на карте байбэка нету, так, премил бист, видимо дофармил Шиву, должен себе принести, так, здесь, кстати, Владимир, ну хороший выбор, от Тузко, Владимир всегда приветствуется, есть все-таки Шива, так, что там, что там, Мункуша, Сатаник появился, Шира младший, Дейдалус появился, здесь пятый догон, нет, пока что четвертый, здесь Владимир, у Клауда Шива, в Энчантрес, ничего нового, у Бристлбэк, видимо, будет собирать себе, БКБ, после манты, БАК дофармил, Акторин, Альберка, что-то там собирает себе, после манты, БКБ, Фил Акторий, и Миранка дофармила свою Алибарду, хорошо, есть Алибарда, Алибарда очень сильный, артефакт против таких героев, как ДК, как Темплера Ассасин, ну много, много, там очень хорошо работает против Ускара, против Урсы, да, против Урсы, как по мне, это топ, там, Алибарды, Ветра, это прям то, что, чем можно катить Урсу, то нужно покупать, так, Свиденстронг, ищет здесь, Энчантрыс, убьет, 2 300 уже, потому что ПТ-шка появилась на силу, нет, нет, чуть не убивает, но подошел, кстати, в Ункуше, и сделал фраг, хорошо, в ответ будут убивать Свиденстронг, да, убивает, есть Бесилие, наглядно, наглядно на Манжей показывает, как работает Алибарда, 3 секунды Бесилие, прыгает Клауд со своей шивой, кстати, могут потерять Бруду, и видимо потеряют, или нет, выживает, все еще прожимает БКБ, нет, умирает, Энчантрыс Байбекается, у Бруды Байбека нету, к сожалению, полторы минуты, нужно пользоваться этим, он же, кстати, улетел, Станчик, а что Станчик, Станчик в Линку был, или что, Линку повесил, пак, или как, почему он не застанел, я что-то не увидел, как так, блин, не хочу отматывать, потому что, не, ладно, не стану мотать, еще все залагает, там потом, ну и он нахрен, я что, просто буду смотреть, наслаждаться, так, Байбек, остался, полторушка, для Ван Дабл, но все равно, они убили Бурду, которая без Байбека, но почему, они тянут кота за яйца, я не понимаю, жду следующего Рошана, но до следующего Рошана, еще больше минуты, ну ладно, это их дело, Свит Блин появился у Мункуши, так и Сильвер Ищ, никто не нафармил, не Темпларка, Туск мог бы, но Туск заняты делами поважнее, маной задоджил Брист, ааа, натуре, все понял, не, да я понял, что ты имеешь ввиду Монтой, да, ну красавчик, круто было, красавчик, так, Темплар Ассасин хочет МКБ, блин, просто тонны урона, прям, Темпларка собралась в максимум, дэмэджа, очень много дэмэджа, так, в Смаках, в Смаках, сейчас будет у нас битва за Рошана, и скорее всего, это будет та самая драка за игру, то есть, если Ван Дабл выиграет, эту драку, на этом игра закончится, если проиграют, то какое-то время еще выиграют для себя легатим, возможно, даже перевернут игру, ответные Смака, кстати, только что потеряли, Смак, они знают, что противник рядом, так прыгает Пак, прячется в Шифт, пошла Шива от Клауда, Клауд залетает, будет ли ультовать, минус уже Мирана, и пока что Бристлбек в БКБ, ультует у нас Клауд по Альберке, Альберка отжирается, убивает Свиден Стронга, вот вам и Энчантрес проблемная, минус Клауд, та самая Энчантрес, в разуме 2 в 2, Мунгуша пока в БКБ раздает щеглам, лещей, так сказать, прыгнул на кого, на Энчантрес, да, минус 3, в разуме на 2, но видите, эта пятерка Энчантрес создает тону проблем, и это в Энчантрес нету ничего на дэмэдж, просто нету еще, ну ПТшка, то есть, просто, и Солокрест, там чуть скорости атаки, все, то есть, ничего нету, Рошан сваливает на низ, его держат как могут, а что, ну, а там же еще линка, да, охрен его застанешь, с этой линкой, и, если вы не будете возвращаться на ХГ, вам просто Альберка с дабл дэмэджем сломает к чертям собачьим всю базу, да, Мунгуша приходит, в Смаках, в Смаках, видит, что отводит, откуда должен был увидеть, сейчас будет прыжок, так, есть прыжок, есть стан, ну, ну ладно, не потеряли, не потеряли, но будут сейчас мансить Мунгуша, или нет, так, забирает, да, забирает, Шера-младший достается, Аганимчик, правильно, Шера-младший забирает Аганим, или нет, у него просто свой Аганим, подождите, а какой Рошан по счету? Третий, да? Так, 42-я минута, 25 тысяч преимущества за командой Ван Дабл, но нельзя сказать, что прям сложно Легатим играется, нет, даже с таким преимуществом нормально играют, в принципе, драться могут, оказывается сопротивление, и Ван Дабл нужно быть очень осторожным, что они в принципе и делают, они очень осторожничают, возможно, это тоже плохо, когда ты очень сильно на очке, это может стоить тебе игры, я более чем уверен в этом, до передал, передал он Мункуши Аганим, получил он форму 4 уровня, Мункуши, и в смоках, в смоках двигается, в смоке из Ниндзя Гер, если что, кстати, попадает под скан, команда Легатим, знают Ван Дабл, местонахождение противника, и чего, да, работает Алибарда, естественно, просто безотказно, безотказно работает, круто работает, ну там то, смотрите сколько, там почти 500 демеджа, и Широ Младший, кстати, передумал купить себе МКБ, взял Хекс, что не может не радовать, хороший артефакт. Так, прыгает Мункуши, прожимает БКБ, минус инчанта, сплетает Клауд, прожимает Шиву, Бристильбэк пока что в БКБ, прожимается у нас Паербол, и теряют, да, теряют Рынджовые Бараки, почему не хотят дальше, то есть, ааа, понятно, здесь, блядь, Альберка устраивает чудеса, понял, прожимает он БКБ, в принципе улетает, какого-то стана сквозь БКБ нету, Эбис Алаблайда тоже нету, так что, безотказный вариант, БКБ тп out, безотказный, тем более, что там есть бабочка, после Филактерия хочет апнуть ее до Ханды, и, ну, Бурда вроде как не сильно жесткий боец, именно в этом матче, но, то, что сломает вам сторону, там, за минуту, это, не сторону, а базу за минуту, это 100%, так, перетянули они Бруду назад на базу, и будут пытаться заходить, так, минус Т3 тавер, сейчас будет падать, милишный барак, там снизу у нас какая-то движуха, Асвиден Стронг увидел Бристлбека, так, Сила Тьмы сканирует, это сканирует у нас как раз таки, команда Легатим, они, блядь, но он же сейчас получит стан, а почему он его не застанил, еще, ну, ладно, что-то, видимо, не совсем понятно, так, там пошла Шива, плюс Хекс по Энчантрис, Энчантрис пока что выживает, Шира младший получил в лицо Алибарду, блин, ну, Алибарда работает, Дримкоил по 3, тут же 2 БКБ прожимается, от центральной линии, от легкой линии команды Ван Даблью, очень быстро умирает Респект, но он байбекается, Энчантрис умерла, также Мирана умерла, так, и Бристлбэк будет умирать сейчас, да, Фаербол, прожимает уже перед самой смертью БКБ, это его не спасает, и я бы сказал, что на этом, в принципе, игра должна закончиться, потому что у Бристлбэка, Бэйбэка нет, ну, никого нет у Бристлбэка, кроме как, Бруды, но Пак здесь выжимает максимум, реально максимум, там еще и в топе Бруда отпушивает, чтобы они не сделали мега крипов, но, как по мне, даже если один там крип сохранят, одного крипчика, то успеют, успеют сделать, прожимает пока что глиф, тянут время, не знаю, мне кажется, что с Широй младшей, они пробьют даже через бэкдор, да, это, это мега крипы, не знаю, минуту не продержатся, да, есть бэкдор, так как крипы еще далеко, но хотят, хотят легатим максимум выжить, то есть они готовы играть даже с мега крипами, но, к большому сожалению, то есть им эту игру уже никак не выиграть, разве что они просто ван-дабл, и все повылетают, и на этом все, потому что, ну, полминуты, там тона урона, с еще дезолятором, Мункуша прожимает форму 4 уровня, так, поймали кого, поймали здесь, Энчантрис очень быстро убивает, да, есть Дримколл по 4, но похву, Энчантрис, есть бэкбэкбэкбэккейтс, Клауд пошел далеко вперед, кстати, неплохо так его пробили, Клауд умирает, умирает еще Никс Ассасин, но, умирает Альберка, которого есть, бэкбэкбэкбэкбэккэйтс, у нас бруда, но, главное, друзья, Тронта стоит, 3 секунды остается. Там, кстати, Гунгуша поймал, сука. Блин. Блин, сейчас еще Темпларка умрет, да? Она... Нет. Нет, хотел сказать, что выживет. Там к дате убили. Респекта. И Шира-младший тоже умирает. Сколько хп осталось? Сколько хп? Ну, порядочно. Порядочно. Видимо, не близко было, но молодцы. Так, что по байбекам? Байбек есть у Никса, есть у Мунгуша и есть у Темплар Ассасин. Темплар Ассасин прямо сейчас сделала байбек. Но, как по мне, нужно делать и Никсу и делать как раз таки Мунгуша, потому что опасно. Опасненько. Быстрее сделаешь, быстрее тайминг пойдет. 9к. 9к заработали. Так они пойдут просто в трон. Байбекайтесь. Так, пошел байбек от Никса Ассасин. Есть байбек от Мунгуша. Мунгуша БКБ еще нету, формы тоже еще нету. И... Да, но нужно идти, нужно рисковать и нужно идти. Так, Дримкоил ставится пока что по двоим. Есть Хекс по Бруде. Просто пошли в трон. Поймал, кстати, Мунгуша опять вторую стрелу, как когда-то Рамзес, блядь. Аглифа нету, аглифа-то нету, аглифа нету. Они просто, да, это минус. ГГБП. Да, нету слов, если честно. Просто нету слов. Обосрались, реально обосрались команда OneW, как по мне. Ну ладно, будет какой-то опыт для них, не знаю. Молодцы, Легатим, холоднокровно до конца, до конца доиграли, не писали Good Game. Не знаю, кто там капитанит у них, но молодцы, круто. Холоднокровно сыграли, выдержали, выстояли, там где-то две с чем-то тысячи оставалось еще у трона и очень круто. Закончили игру, да. Парни без байбеков остались, то есть проиграли игру. Ладно, ладно, мы идем на перерыв. Подрублю музычку, услышимся на второй карте и напомню всем, друзья, подписывайтесь на мой Телеграм, подписывайтесь на Твич, подписывайтесь на Ютуб. Всем рад, услышимся на второй карте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok